привет друзья с наступающим новым годом обзор рынка на двадцать второй двадцать третий год ситуация на рынке неделя была успешно перед новогодним то вообще все время основной удар брал на джупики на раздел полностью все валюты на четырехчасовом тренде медвежьим брал вниз и в начале недели вверх короткими входил и после этой волны пробоя начинал здесь продавать здесь фиксировал в этом участке фиксировал также сама после выходных третьего числа рынок откроется такие же такое же положение от откатов брать медвежью сторону но не забываем что это быстроходные валюты например вот сейчас на 5 минут нам нарисовалась вот такая волна что может рынок оттолкнуться от этой части пойти вверх эти валюты могут за пять минут пройти 200-300 пунктов почему я их выбираю всегда можно заработать получить стоп-лот и отбить его валюта не до конца все прошли потому что каждая с разной скоростью еще канадца есть потенциал у новозеландца немедленно идут шрифт до конца не зашел этот до конца не дошла так что примерно от этих точек касаний можно брать обратно пробовать на продажу следить либо же слежать по уровню фибоначчи допустим от 61 826 продавать если же конечно цена разворачивается все мы поняли поход наверх так как на большом там фрейме вас идет восходящий тренд на всех парах повторяю что цена может развернуться мы не знаем где игроки покупают длинные позиции можем только предполагать на уровнях допустим отсюда вам начать покупать 61 и 8 от предыдущей волны и так далее отслеживаем что касается евро евро тут все понятно вверх идет но мне здесь не очень удобно было брать я евро не брал фунт я пару раз брал чуть чуть вниз чуть вверх тоже он футует тренд вверх у нас как мы знаем идеально себя от этой линии дошел и отсюда это ключевая . у нас и отсюда торговать у меня здесь это тоже на ордера это было бы идеально поход вверх но мы знаем что фунт может провалиться так же самое то быстросходная валюта отсюда во допустим подняться грубануть вниз и потом опять вверх так что я его пока стороне оставляю так как он на малом ты фрейме вот в этой точке брала должен 38 в этой 38 по фиба брал от предыдущей волны 38 стопа здесь небольшой выставлял за эти подволны но прибыли в расчете был чтобы он ниже пошел никуда он не идет доходит до отсюда и опять в общем флэт обычно так образовываться вторые волны и также австралии с новозелания сдавал неплохие сделки ходы вверх понемногу чисто же брал но это медленные валюты прибыль небольшая мне 50 30 пунктов я не держу их короткими так что можем так и продолжать до пробоя далеко и также осматривать на коррекцию то есть все ясно торговать от этих уровней пробитие этого низа покажет нам что идет коррекция также она может как евро идти идти вверх потихонечку новостные события хорошие двадцать третьем году в начале недели цена будет волатильность будет хорошая трейдеры выходят с каникул когда них заканчиваться каникулы неделя насыщена новостями так что торговля будет хорошая вторник у нас более-менее спокойный по фунту только обратите внимание индекс деловой активности откуда может стартовать цена потому что подкачивать не чуть новости и пошла среда германия более спокойный день по америке только 1700 и германия 1500 четверг насыщена 5 фунтов композитный индекс по импинта взяла активности это хорошие но по-любому все вот-вот обратите ноты это число привычных заявок и изменение числа занятости если хозяйственном сектор эти индикаторы очень большой волатильность так что рекомендую переждать но и пятница что нам на пятница по фунту опять деловая активность 11 30 евро у нас индекс потребительских цен в общем торговая торговый день неплохо вот изменить числа занятости опять несколько хозяйственном секторе в пятницу в общем по америке здесь вечерняя сессия лучше ее ходить часов наверное 18 20 на 0 чтобы поторговать обратите кто особенно торгует советниками не включаете на новостных событий так как можно хорошо заработать и хорошо слить я продолжаю следующую неделю отслеживать джубиков потому что есть здесь потенциалы входы большие что в ту сторону что в ту волатильность у них хорошая за неделю проскочили они 450 пунктов 470 так что следим за пробитием волны если пробьет этого волну и закрепиться пойдет вверх торгуем вверх но пока от этого отката можно еще торговать вниз потенциал хода большой как мы видим волна коснулась на часовом таймфрейме средних скользящих вот они у нас на часовом графике еще потенциал хода есть у нас на малых то фреймах ходить по ходу волны на этом все друзья всем удачной торговой недели и торгового года пока пока